Пшеница И что я сегодня нашла Я нашла сегодня два чудесных растения Дымянку, ярудку Ну здесь смотрите Краешек поля И куча лечебных трав Начиная от Начиная от ромашки Которая еще обещает быть Фиалки Смотрю здесь есть полевые Но меня больше всего интересует Ярудка Полевая И травка дымянка Где она здесь Дымянка лекарственная Вот она Вот Вот это Здесь видите наслоение сколько трав И подморение к цепке Который тоже очень полезен Это вот та ползучка, которая цепляется к рукам И клевер И ой, боже мой Действительно аптека под ногами На краю поля Даже лебеда есть Здорово Но сегодня я вам расскажу Про ерудку полевую А отдельным фильмом Сделаю про дымянку Потому что Все сразу, ребята, не расскажешь Поэтому начнем Сегодня мы с ерудки полевой Вот она Вот она красавица И смотрите, как растет Вот этот весь кустик Вот этот Идет из одной розетки Конечно, я Вырву этот кустик, чтобы вам Подробно показать То есть не то, что я варвар Потому что вы должны Видеть, как это все растет Видели, как выдержит Легко Ерудка Поэтому собираю ее С помощью серпика Так намного удобнее Чтобы не выдирать С корнем растения Ну вот смотрите У нее корешок Достаточно такой Длинный Но не крепкий Вот такая прикорневая розетка Из которой От которой отходят Стебелечки Вот теперь рассмотрите Ее листики Повнимательней Чтобы запомнить И не путать ерудку Ну с чем ее можно перепутать С икотником Знаете, не страшно Икотник так же полезен Но речь пойдет о ерудке Так И вот ее То есть если цветочки Беленькая вот эта метелочка Очень похожа На икотник И на многие другие травки То отличительная черта ерудки Это вот эти ее Семенные сумочки Как говорят В форме простаты Не знаю Ну по рисунку Да, похоже С пастушьей сумкой Да, часто путают Ну пастушьей сумки Вот эти Другие семенные коробочки Они Выглядят Формой другой Собирают ее так же С корнями Но я не беру корни Мне жалко Я беру только траву Ну и вот И семена по осени И у ерудки еще Очень такой специфический Запах Она пахнет Что-то между чесноком Редькой Горчицей И на вкус такая же Какая-то Редичная Горчичная Такая запашистая Травка А вот пастушья сумка Икотник Так не пахнет Поэтому ерудку Легко отличить Вот по этому Вкусу и запаху Чесночно-редичному Ярудка полевая У травников И фитотерапевтов Ценится как растение Обладающее Высокой биологической Активностью Но В официальный Реестр лекарственных Трав Не входит Вот ее ближайшая Родственница Пастушья сумка Вошла А ерудку Обошли вниманием К сожалению Принадлежит она К роду ерудка Семейство Крестоцветные Или капустные Цветет Где-то С середины весны До начала Осени В лечебных И пищевых Целях Используется Вся надземная часть И семена Тоже Излюбленные места Ее роста Это поля Пустыри Мусорки Обочины Дорог Огороды Вот так встречается В сельхозпосевах Как сорняк И это лучшее место Ее сбора Потому что как-то Мусорки Обочины Дорог Нас не интересуют Я собираю ерудку Два раза за сезон Это сначала В период ее цветения Пока она сочная И в конце лета Когда созревают Ее полезные семена Что касается сушки Ерудку сушат На открытом воздухе Но Растение масличное И я рекомендую Использовать Все же Электросушилки При температуре Не более 35 градусов На воздухе Сохнет она долго Я вообще не понимаю Как можно месяц Сушить траву Есть риск Потерять сырье Ерудка Очень быстро Желтеет А если это случилось То можно уже Все травку Выкидывать Высушенная Трава Не должна Менять свой цвет Вот посмотрите Какая она Зелененькая Ни капли Желтизны А храню я ее В картонных коробках Мне так удобнее Потому что У меня сырья много Химический состав Ерудки Полностью не изучен Но То что обнаружено Уже Впечатляет Я не буду Занимать Ваше время Перечислением Веществ Это можно Загуглить И почитать Но Несмотря на Богатый состав Ценных веществ И просто Многочисленные Рецепты Народной медицины Не хотят В официальной Медицине Использовать Ерудку К сожалению Ну вот Хорошие травники Фитотерапевты Тот же Олефиров Андрей Николаевич А также Мой любимый Гордеев Доктора Ученые Мужи Используют Ерудку И с любовью Отзываются О ней И тут Есть за что Ценить эту травку И за что Я ее люблю Это Использование Ярудки В фитотерапии При онкологии Меня просто Порой Тошнит Читать Комменты Что Рак Не лечится А тут Совсем Недавно Вообще Написали В болезнях Не помогает Ни лекарства Ни травы Ну тогда Друзья Ложитесь Сразу в гроб Зачем бороться Ну Что тут сказать Да От рака Нет привычной Нам таблетки Или капсулы Ну Убеждать Таких Не моя цель Моя цель Вот сегодня Рассказать О ярудке Ее применением Ладно Отвлеклась Продолжим Тему применения Ярудки При лечении Рака Это все Гормонозависимые Опухоли Это рак Простаты Рак матки Яичников И рак Молочных Желез У доктора Алифирова В этих случаях Ярудка Вообще Занимает 50% От сбора Также Есть же еще И доброкачественные Опухоли Это такие как Миома Фибромиома Мастопатия Аденома Здесь тоже Хороша Ярудка А вот Чтобы не допустить Эти беды Нужно вовремя Лечить Заболевания Мочеполовой Сферы Это воспаление Яичников Простатит И так далее Где тоже Очень хорошо Справляется Наша Травушка Ярудка Ну вот Чаще всего Ярудку Рекомендуют Как средство Стимулирующие Половую Деятельность Мужчинам Это при Ослаблении У них Половой Функции А женщинам Для ускорения И налаживания Менструального Цикла И не забывайте О профилактике Заболеваний Не сложно Попить Ярудку Пару курсов В год Тем более Что На вышесказанном Ее лечебные Свойства Не заканчиваются Чем же еще Хороша Ярудка Она Разжижает Густую кровь Что очень Ценно Решает Проблемы С холестерином И лишним Весом Поэтому Ее применяют Еще и В лечении Сердечно-сосудистых Заболеваний Это Истинокардия Ишемия Атеросклерозы Также При сахарном Диабете Снижает Кислотность Желудочного Сока У Ярудки Отличные Мочегонные И патагонные Свойства Поэтому Применяют При кашлях И простудах А также Рано Заживляющие Противоспалительные И противомикробные Действия Семена Ярудки Назначают Для поднятия Тонуса И как Общеукрепляющее Средство Противопоказания У нее Очень мало Это обычно Беременным Женщинам Нельзя Потом Людям С низким Давлением Нельзя Ярудку Ну и Также При индивидуальной Непереносимости Веществ Ярудки Ну вот Друзья Собственно И все Что я вам Хотела Рассказать Об этой Чудесной Травке В магазине Да Она у меня Будет В этом году И в самостоятельной Продаже И в составе Сборов Далее Я вам Приведу Рецепты Настоев И отваров На этом Буду с вами Прощаться Так что До новых встреч Пока Пока